В Вечерном Писании есть такие слова «Не положу непотребные вещи пред очами моими». Почему? Потому что то, что окружает нас, так или иначе влияет на наше мышление. Наше мышление, в конце концов, повлияет на наши дела, на наши поступки. Поэтому окружай себя такими фильмами, такими делами, которые бы ты хотел видеть в своей жизни. Потому что это не может не повлиять. Это очень соответствует словам Иисуса Христа, который в Нагорной проповеди говорил, что убийство начинается не с самого акта насилия, а начинается с мышления. Иисус сказал, что сказано «Не убивай», а я говорю вам, всякий ненавидящий брата своего является человеком-убийцей. Когда человек играет в компьютерную игру, где он должен для достижения цели совершить убийство, он может сказать «Ну это же все нереально, это все виртуально». Но однако уже внутри себя ты совершаешь некий акт насилия. И хотя он нереален, хотя он виртуален, но ты точно так же внутри его осмысляешь, продумываешь. И в дальнейшем это может отразиться на твоей реальной жизни. И доказательством это немало случаев, когда школьники, наигравшись в такие компьютерные игры, где кровь, убийства, ужасы, насилие, потом брали холодное оружие и шли, убивали своих одноклассников. Просто грань между виртуальностью и реальностью, она очень-очень тонкая. И с развитием компьютерной технологии эта грань все тоньше и тоньше. Поэтому к этому не нужно относиться легкомысленно. Это точно так же задействует твое мышление, задействует твои какие-то сферы принятия решений, твою волю, как и реальная жизнь. И что для тебя становится легким в виртуальном мире, ты совершишь со временем и в реальном мире. И может быть кто-то скажет, а может и не совершишь. Да, может и не совершишь. Но зачем испытывать судьбу? Зачем как бы стараться как можно ближе подойти к грани? Мы должны окружать себя тем, что созидало бы нас в благословении, в любви и в мире. Я убежден, что ни компьютерные игры, связанные с убийством, ни фильмы ужасов к этому не относятся. К тому же апостол Павел говорит, все мне позволительно, мне все полезно. Я считаю, что чрезмерное увлечение вообще телевидением, разными передачами, фильмами или играми, даже может быть без убийств, без крови, но тоже играми, оно приводит к пустой трате времени. И я бы ограничил себя не только какими-то вот хорошими или плохими фильмами, хорошими или плохими играми. Я бы вообще старался ограничивать сферу пустого времяпровождения, потому что у нас не такая длинная жизнь, чтобы мы тратили ее на бессмысленные вещи.